Фаина Раневская. Анекдот из личной жизни. Несчастная я! Расстроили меня перед балом. Почему я всё должна сама делать? Работаю как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, выпрашиваю, очаровываю. И добываю, и добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать. А этот? Изверг. Нет. Нет-нет, решено. Я выживу тебя из твоего собственного дома. И ты умрёшь в лесу, и тебя съест твой бешеный медведь. Голос, который сейчас прозвучал, знаком, если не всем, то многим. Знаком по кинофильмам, записям спектаклей, любимым мультфильмам. Скажи мне, милый ребёнок, в каком ухе у меня жужжит? В левом! А вот и не угадал, меня жужжит в обоих ухах. И я сошла с ума. Какая досада! Это голос великой актрисы Фаины Георгиевны Раневской. В 1939 году на съемках фильма «Подкидыш» она придумала для своей героини слова, преследовавшие актрису всю ее жизнь. Муля, не нервируй меня. Сначала отведем в милицию, потом поедем на дачу. Да-да, отведем. Отведем. Пошли. Муля, держи зонтик, не потеряйся. Пошли. Будучи в эвакуации в Ташкенте, Раневская часто гуляла с Анной Ахматовой. Фаина Георгиевна вспоминала. Мы бродили по рынку, по старому городу, за мной бежали дети и хором кричали «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать Анну Андреевну. К тому же я остро ненавидела роль, которая принесла мне популярность. Я об этом сказала Ахматовой. Не огорчайтесь, у каждого из нас есть свой муля. Я спросила, что у вас, муля? Сжала руки под темной вуалью. Это мои мули, сказала Анна Андреевна. Несколько десятилетий спустя в Кремле, вручая Раневский орден Ленина, глава государства не удержался и сказал «Муля, не нервируй меня». «Леонид Ильич, так меня называют только хулиганы», — обиделась Фаина Георгиевна. Брежнев покраснел. «Простите, но я вас очень люблю». Острый на язык актрисе принадлежало множество едких и метких высказываний. Передаваемые из уст в уста, одни из них обрастали яркими деталями, другие лишались подробностей, когда, кому, по какому поводу была сказана та или иная фраза. В историях о Раневской часто трудно отделить правду от вымысла, то, что произошло именно с ней, от того, что ей приписывается. Это ли не свидетельство подлинной любви к актрисе, подлинной ее народности? Признаемся в своей любви к Фаине Георгиевне и мы. Однажды во время интервью Раневская, упреждая возможные вопросы, заявила, «Я не пью, я больше не курю, и я никогда не изменяла мужу, потому еще, что у меня его никогда не было». «Так что же», — уточнил журналист, — «значит, у вас совсем нет никаких недостатков?» «В общем, нет», — скромно, но с достоинством ответила Раневская. И после небольшой паузы добавила, «Правда, у меня большая жопа, и я иногда немножко привираю». Надо сказать, что в разговоре Раневская часто не выбирала выражений. Слово «жопа» было одним из любимых. И почти всегда говорила то, что думала. Характеристики, дававшиеся ею людям, поражают емкостью и едкостью. Особенно доставалась женщина. У этой актрисы жопа висит и болтается, как сумка у гусара. А другой? У нее не лицо, а копыта. Раневская забыла фамилию актрисы, с которой должна была играть. Ну, это... Как ее... Такая плечистая взаду. Еще одна характеристика. У нее голос, будто в цинковое ведро сып. Раневская подошла к актрисе, страдавшей завышенным самомнением, и спросила, «Вам никогда не говорили, что вы похожи на Брижит Бардо». «Нет, никогда», — ответила та в ожидании комплимента. Раневская окинула ее взглядом и с удовольствием заключила. «И правильно, что не говорили». «Берите пример с меня», — сказала как-то Раневская одна солистка Большого театра. «Я недавно застраховала свой голос на очень крупную сумму». «Ну, и что же вы купили на эти деньги?» Известная актриса в истерике кричала на собрании труппы. «Я знаю, вы только ждете моей смерти, чтобы прийти и плюнуть на мою могилу». «Терпеть не могу стоять в очереди», — отозвалась Раневская. Видный кинодокументалист и блестящий рассказчик Василий Катанян как-то сказал Раневская, что смотрел «Гамлета» у Охлопкова. «А как Бабанова в роли Офелии?» — спросила Фаина Георгиевна. «Очень интересно, красиво, пластично, голосок прежний». «Ну, и видно, добрый человек. Мне говорили, что это баллонка в климаксе». «Меня так хорошо принимали», — рассказывал Раневской, вернувшийся с гастроли артист. «Я выступал на больших открытых площадках, и публика непрестанно мне рукоплескала». «Вам просто повезло», — заметила Фаина Георгиевна. «На следующей неделе выступать было бы намного сложнее». «Почему?» «Синоптики обещают похолодание, и будет намного меньше комаров». «Я была вчера в театре», — рассказывала Раневская. «Актеры играли так плохо, особенно Дездемонно, что когда Отелло душил ее, то публика очень долго аплодировала». «Жемчуг, который я буду носить в первом акте, должен быть настоящим», — требует капризная молодая актриса. «Все будет настоящим», — успокаивает ее Раневская. «Все, и жемчуг в первом действии, и яд в последнем». «Приходите, я покажу вам фотографии неизвестных народных артистов СССР», — зазывала к себе Раневская. «Почему, Фаина Георгиевна, вы не ставите и свою подпись под этой пьесой? Вы же ее почти заново за автора переписали». «У меня это устраивает. Я играю роль яиц. Участвую, но не вхожу». На протяжении своей жизни Раневская играла во многих театрах. Театральный критик Наталья Крымова спросила, — «Зачем все это, Фаина Георгиевна?» «Искала, — ответила Раневская. — Что искали?» «Святое искусство. Нашли?» «Да». «Где?» «В Третьяковской галерее». Ту же мысль она высказала и иначе. «Я жила со многими театрами, но так и не получила удовольствия». «Это не театр, а дачный сортир. В нынешний театр я хожу так, как в молодости шла, на аборт, а в старости рвать зубы. Ведь вы знаете, как будто бы Станиславский не рождался. Они удивляются, зачем я каждый раз играю по-новому». «Ну и лица мне попадаются. Не лица, а личное оскорбление. В театр вхожу, как в мусоропровод. Фальшь, жестокость, лицемерие. Ни одного честного слова, ни одного честного глаза. Карьеризм, подлость, алчные старухи». Шло обсуждение пьес. Все сидели. Файна Георгиевна, рассказывая что-то, встала, чтобы принести книгу. Вернулась, продолжая говорить стоя. Сидящие слушали, и вдруг «Проклятый девятнадцатый век, проклятое воспитание, не могу стоять, когда мужчины сидят», — как бы про себя произнесла Раневская. Узнав, что знакомые идут в театр посмотреть ее игру, Раневская пыталась их отговорить. «Не стоит ходить, и пьеса скучная, и постановка слабая. Но, раз уж все равно идете, я вам советую уходить после второго акта». «Почему после второго?» «После первого очень уж большая давка в гардеробе». Говорят, что этот спектакль не имеет успеха у зрителей. «Ну, это еще мягко сказано», — заметила Раневская. «Я вчера позвонила в кассу и спросила, когда начало представления. И что?» «Мне ответили, а когда вам будет удобно?» Вернувшись в гостиницу в первый день после приезда на гастроли в один провинциальный город, Раневская со смехом рассказывала, как услышала перед театром такую реплику местного жителя. «Спектакль сегодня вечером, а они до сих пор не могут решить, что будут играть». И он показал на афишу, на которой было написано «Безумный день» или «Женитьба Фигару». Валентин Маркович Школьников, директор-распорядитель театра имени Масовета, вспоминал. «На гастролях в Одессе какая-то дама долго бежала за нами, потом спросила, — «Ой, вы, это она!» Раневская спокойно ответила, — «Да, я — это она!» Раневская стояла в своей грим-уборной, совершенно голой, и курила. Вдруг к ней без стука вошел Школьников, он оцепенел. Фаина Георгиевна спокойно спросила, — «Вас не шокируют, что я курю?» Во время гастролей во Львове, выйдя однажды ночью на балкон гостиницы, Фаина Георгиевна с ужасом увидела огромное светящееся неприличное слово на букву «Е». Потрясенная ночными порядками любимого города, добропорядочно соблюдавшего мораль днем, Раневская не смогла заснуть и лишь на рассвете разглядела потухшую первую букву «М» на вывеске мебельного магазина, написанной по-украински «Мебли». Особые отношения сложились у Раневской с Юрием Александровичем Завадским, главным режиссером театра имени Моссовета, где Раневская работала последние годы. Она называла его «Пушком», «Маразматиком-затейником», «Уцененным Мирхольдом», «Перпетум», «Кобеле». Творческие поиски Завадского оценивались ею как капризы беременной кенгуру. Однажды она заметила «В семье не без режиссера». Когда у Раневской спросили, почему она не ходит на беседы Завадского о профессии актера, Фаина Георгиевна ответила «Я не участвую в мессах в борделе». Как-то на репетиции Завадский крикнул из зала «Фаина, вы своими выходками сожрали весь мой замысел». «Вот у меня чувство, как будто наелось говна», — пробурчала Фаина Георгиевна. «Вон из театра», — «Вон из искусства», — ответила Раневская. «И как бит». «Би». «Хован в памятник». «itung от знания ухв Ghana» Продолжение следует...